Всем привет! Сегодня 1 июня, понедельник. Поздравляю с началом лета. Делаю ставки на завтра, 2 июня, вторник. Но сначала о результатах ставок на воскресенье, последний день мая. В Германии одна Боруссия из Мюнхенгладбаха выиграла 4-1, а вторая из Дортмунда выиграла 6-1. И первая ставка сыграла. В Украине Шахтер обыграл Киевское Динамо 3-1, хотя пропустил первым. Риеко в Кубке Хорватии в первом тайме пропустила 2 мяча, а во втором забила 3 и выиграла. Вторая ставка тоже сыграла. В чемпионате Беларуси энергетик БГУ не смог обыграть Витебск, ведя со счетом 3-2 и пропустив на четвертой дополнительной минуте. Ставка не сыграла. А вот клуб Батэ обыграл Ислыч 1-0. В чемпионате Венгрии Ференс Вареш забил и в свои, и в чужие ворота 1-1. Четвертая ставка сыграла. Таким образом, в последний день мая угадано 86% событий. Окончательный показатель за месяц 71%. Ставки сыграли 3 из 4, а за месяц их сыграла ровно половина. Этот день принес по деньгам плюс 125, а месяц закончился с балансом минус 369. Перехожу к ставкам на завтра, 2 июня, вторник. Будет немного футбола. В чемпионате Дании Брюнбю принимает очень нестабильный Синерюйск, который может сыграть как угодно. К Брюнбю в последнее время это тоже относится, хотя клуб в Дании именитый. Рискну поставить на гостей с форой полтора мяча. В Сербии начинаются матчи 1-4 финала кубка. Среди звезды будут встречаться в гостях с Индией. Ставлю на то, что она выиграет. Наконец в чемпионате Чехии начинается 27-й тур. Пройдут 3 матча. Я выбрал матч лидера пражской слави в гостях с Шейбравом, который свой последний матч выиграл. Ставлю на то, что на этот раз выиграет в славе. Все три события объединяю и делаю одну ставку. Общий коэффициент 1.91. На сегодня все. Завтра следующее видео со ставками на среду. Всем пока.